там конечно может быть вариант что лежал свиток и это охрана свитка но все-таки учитывая тот факт что здесь уже идет инферно земля а не обычная земля подземелья то скорее всего это уже считается другой респ поэтому все-таки скорее всего это была охрана пускай слабенькая но все же вот здесь же находится как раз пандорка еще одна в принципе можно за ней сбегать так сейчас армия будет передаваться тамике понятное дело смотрю кого с собой брать собственно но 12 уровень это очень слабенько честно говоря единичек набрал как обычно гремлинов ну и сейчас будет пробиваться охрана это я скорее всего сюда пошел за консервой да немножко не дохожу до нее поэтому скорее всего надо будет как-то разгоняться по возможности и там за могучими горгонами щит плюс 12 вот это уже неплохо передаем всю армию остаемся на одном ангеле на разгоне вот а соперник пересел на галтрана поэтому тоже будет не крить так же как и я ну гоша это хороший герой ничего не скажешь тем более он усиливает скелета у него скелеты будут сильнее чем у меня бить да и защита у них вырастет терять у них меньше будет поскольку из тюрьмы не могу еще никого освободить так как героев не загнал никого в замок то пока это дело отставляю на второй план ну а тем временем на гаши я буду просто разгонять ну и смотрю куда же собственно посылать джалара решил пускать его на разведку чтобы посмотреть что у нас находится вверху может быть есть какие-то улики утопии или что-то в этом роде ну пока тут комментировать особо нечего все как то так по старому понятно первоочередные сейчас задачи это взять консерваторию взять щиток потом пойти вверх взять пандору ну и в общем потом уже надо выходить со своего респа уже и так у нас третья неделя заканчивается и так пересидел на респе уже давно надо было выходить хотя улик конечно еще не взяты у меня с пандоркой я вот здесь как раз пишу алику у тебя что галтран мэйн мэйн это значит главный говорит пришлось пересесть у другого уже экспертная атака баллиста и воздух был ну да частенько бывает что ты качаешь одного героя потом тебе заходит какой-то классный герой особенно если он тебе заходит из вот такой вот тюрьмы уже прокачаны с каким-то левелом то иногда все таки пересаживаются алик говорит я так саше м проиграл из-за некров он за инферно его больше не крови демонов да бывает саша м для тех кто не знает он тоже на портале heroisworld есть и в принципе в группах в хамаче частенько его раньше можно было встретить довольно сильный игрок он тоже стримит в основном все свои игры но он стримит со второго дня и в связи с этим на портале heroisworld вообще бытует мнение что это читер и там доказательства какие-то приводят что читер ну не знаю не могу не подтвердить не опровергнуть эту теорию в принципе мы все с ними играли он парень реально играет хорошо может читерить может нет но играет хорошо в любом случае в последнее время насколько я видел он вроде бы играет честно а как играл раньше без понятия думаю единички брать или не брать тут алик пишет ща второго компа вроде вынесу оранжевый стольких ложков сожрал да и розовый одного ну то есть это ему хоть какой то дисбаланс небольшой вносит потому как цепочки рушатся и это затягивает игру с его стороны да компьютеры могут вмешиваться делать вот такие вот неприятные вещи говорит темп упал из-за них а у тебя я ему пишу что тоже слилось уже нормально армии компы достают нет нас к счастью точнее компы пока не трогают вообще вот тот случай как я вам и говорил что иногда компьютеры нападают на одного а второго вообще не трогают так ну что не крим 9 скелетов вытянули а теперь берем консерваторию и надеемся что она будет большая 5 замков у алика неплохо разбежался молодец но у нас да там четвертый в правом нижнем углу есть замок но к нему бежать далеко да и смысл по золоту у меня и так уже все нормально взял двоечку два ангела еще зашло и вот сейчас я реально забыл так фиолетовый чет помирать не хочет лошок видно в тени где-то значит он вынес его ну да компьютеры борется до конца иногда вообще у них бывают случаи когда они спрячутся и просто ждут пока закончится 7 дней без города и просто канут в лету ну щиток брать однозначно надо горгоны это конечно большая проблема для меня потому что они могут моих ангелов убить а ангела мне терять никак нельзя у компа говорит что тоже горгона виднеется по бездорожью мне горгон раздало и на улике и здесь на щитке лучше бы даже стрелки какие-то были чем горгоны блин так и что клавиус зашел да слабенько прокачанный ну зато еще один родной герой 1 33 33 ничего себе я так понимаю он скиллы свои сказал если наденет артефакты говорит только увидел так ну внешний рынок опять же далеко 4 утопии находит соперник 2 вообще параллельно рядом возле дороги типа как поздно говорит да вот он собственно и победитель 4 утопии тут реально зарешают конечно после того как он написал что нашел 4 утопии стоило бы быстрее с респа выбегать и тоже их искать потому как алику рановато их брать он написал нам со скелетами можно было бы попытаться из-за них говорит вообще могу проиграть если начну брать я ему говорю бери могучие горгоны вот здесь вот долго размышляю я понимаю что будет очень больно и понимаю что скорее всего я потеряю ангела но с другой стороны очень хороший щиток лучшего щитка я просто не найду а не факт что я успею взять какие-то утопии да и в утопиях может щиток зайти а может и не зайти надо хорошо на этот случай подумать решаю ставить капитолий это просто от безделия делать особо нечего сейчас времени у меня на ход уже полтора часа накопилось все еще очень сильно сомневаюсь просто паника какая-то не знаю что делать бросать щит выходить с респа или все таки сражаться за щит кстати левее там улики виднеются поэтому вполне возможно можно сбегать туда влево демонов тоже довольно много но они скорее всего разобьются на много стеков проблем быть не должно с этим ну что решаю все таки бить беру все что есть скорее всего большая часть из этого будет сливаться вот трех ангелов мне предложили потерять думаю как бы их разделить и допускаю ошибку ставлю стрелков рядом поэтому всего лишь один юнит может заблокировать сразу оба а учитывая тот факт что горгоны они довольно быстрые то ой как неприятно может быть они буквально за два хода доходят смертельный взгляд горгон это что то опа мораль зашла минус ангел то о чем я и говорил надо было ангелов вообще наверное не брать с собой так ну ангелами опа думал не будет ответки ответка все равно была так как это новый раунд начался и за это поплатился еще минус один ангел вот он пожалуйста армию сливаю просто так решаю ангела спасать оставшихся скелеты должны вырезать нормально два ангела и один черный потеряны ну и теперь стоило бы наверное на улике переключиться вот теперь защита 20 очень хорошо и думаю идти на отроде или нет чтобы улик брать чтобы сюда не возвращаться стоило бы наверное вернуться за ним плюс может пандорка нормальная будет я решил все таки не возвращаться но хотя возможно стоило бы значит буду выходить влево хотя опять же я пошел влево потому что там улики увидел ну и плюс пандорка по пути а стоило бы наверное через портал выходить тогда бы попал компьютеру может что то интересного там нашел бы ну и плюс лишний отстроенный замок не будет но все равно поглядываю на отродий потому как понимаю что улик был бы не лишним а 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 Я написал, что на ровном месте Слил три ангела Но тут я просчитался Я слил двух Если я правильно посчитал А не трех Но все равно обидно Это одна консерватория Считайте, что взята вообще зря Просто-напросто Алик что-то Смайлик грустный прислал Говорю, что там Говорит, у меня конца далековато По бездорожью Я говорю, да ничего Я ангела в сконс уже слил А он говорит, я твое сообщение прочитал И Улыбнуло его Пишу ему, что тают Шансы на победу На глазах Утипы Набисал вместо утопы Говорю, что если утопы возьмешь Вообще разгром будет Алик пишет Пока 22 Что 22 вообще непонятно Делаю догадку Пишу ангела Не, ну если было бы 22 ангела Это вообще жизнь Уток То есть виверн он уже собрал 22 Приличный такой стек С которым и в утопию можно залезть 5 уликов, говорит, насчитал Говорит А, 365 скелетов Пока у тебя У нас чуть поменьше По-моему Гаргоны нам там Насливали скелетов 400 было Потом подслил Говорит Так, у меня 275 Пишу Постоянно в боях Сливаются Ну да, сейчас пошли тяжелые Бои В которых особо не Собираешь много А Алик собирается Бить 1249 Крыжаных Шаманов Ну это Изи Я с него прикалусь Не, как бы С одной стороны Если у него есть Замедление То шаманы Они сами по себе Медленные Плюс Замедлением Вообще Как бы Можно отстреливать Издалека Если есть чем 371 Скелет Уже у него Неплохо Качается Гоша Вот чем Галтран Вообще Мне нравится Тем, что он Качается Пропорционально Обычно Одинаково Растет И атака И защита И сила магии И знания Там бывает Что На 1-2 пункта Что-то вырывается Буквально Разведку делаю В левую сторону Еще одна Пандора Находится Вверху И меч Правосудия Хороший Меч Он дает По-моему Плюс Пять Ко всем Навыкам Или Плюс Шесть Его тоже Отбивать Надо будет В любом Случае Ну а там Похоже Пойдет На адские Отроде Сейчас Нужно Будет Подумать Какую Армию С собой Брать На этот Бой Какую Нет Так Ангелов В 1 стек Но это Понятно Стрелков Решил Брать Рыцари Скелеты Так Ну и все Решил Больше Никого Не брать Вампирчиков 16 Еще Взял Ну Надежда У меня В общем-то Была На щиток То что У меня Щит 20 Поэтому Я не должен Потерять Много Армии Два Ангела Мне предлагают Еще Потерять Да Куда Уж Еще Есть Тактика Поэтому Есть Возможность Сразу Сразу Прикрыться Так Как Мы Этого Пожелаем Все Можно Начинать Опять Замедления Нет Это Очень Плохо Ну Что Всеми Нажимаем Ждать Они Там Завытились А Незащитную Это Мы Приняли Защиту Они Завытились Для того Чтобы Потом По два Раза Походить Не Захотели Становиться На Прямую Стрелу В принципе Врезаться Надо Но Перед Этим Ставлю Дополнительно Щиток Ну Нормально Так Пятерых Выбил Так Ангелы Снизу Врезаются Ну И Теряют Довольно Мало Жизни Поэтому Решаю Еще Во второй Стэк Врезаться Здесь Тоже Либо Врезаться Либо Отходить Я решаю Наверное Врезаться Но В другой Стэк Чтобы Ослабить 68 Здоровья Еще Осталось Ну В принципе Щиток Да Помогает И Неплохо Помогает Так Магом Перепало Здесь Еще Бы Каминую Кожу Не Помешало Наложить Дополнительно И Снизить Свои Потери Так И Делаю Скелетами Вырезаем Нижние Стэки Ангелами Решаю На верхние Стэки Нападать Чтобы Помочь Стараюсь Побыстрее Вырезать Стэки Блин На демона Уже Два Стэка Они Наделали Это Неприятно Хотя Надо было Было По верхнему Лучше Стрелять Да Потому Что Скелеты Там Разберутся Довольно Неплохо Разбираемся В этом Поединке Бой Получился Легче Чем Ожидал Ну Осталось Положить Демона Это В принципе Сейчас Очень Быстро Все Произойдет Без Особых Напрягов С Моей Стороны С Потери Всего Лишь Двух Скелетов И Мага Я не думаю Что я Магами Буду Играть Поэтому Я понимаю Что они У меня Временно В армии Во-первых Стэк С ней Нормальный Не сформируешь По 4 мага В неделю Собирать Это конечно Ни о чем Поэтому Они Вроде Как И Нужны Мне И В то же Время Если Идут На Аджор То Хорошо Так Ну И Я Получаю В общем То Заклинание Магии Огня И Улик Собой Лучше Не Брать Стрелков В принципе И скелетов Можно было бы не брать Не Вампиров Можно убрать Хотя Щитком Может Вампиры И не лягут Так что Посмотрим Да Три скелета Всего лишь Единички Все 8 Виверний Есть Теперь Надо поехать Остальные Улики Пособирать Теперь И с Гаргонами Можно будет Сразиться Возле Того Самого Улика Либо Ехать Влево Как раз Вот Виднеется Там Замок И Тоже Есть Улики И там Же И меч Можно Забрать Как минимум Два Улика Мы уже Видим Плюс Тюрьма Там Есть Еще Одна Так Снова Таки Разгоняемся Смотрю Чтобы Не Полил Самой Герой В таверне Так Ну и Пожалуй Героев Начинаю Перегонять Вверх Раз уж Решил Идти Влево То идем Влево Тут Героя Тоже Возвращаю И Учитывая Тот Факт Что У меня Видите Закрылась Дорога По которой Я уже Бегал Значит Там Находится Замок Инферно В котором Отстроена Вот Эта Серная Пыль Серная Туча Как Она Там Называется С С Одной Стороны Серная Туча Это Хорошо Чтобы Соперник Не Видел Ваши Передвижения Не Знал Чего От вас Ожидать И Не Видел Сколько У вас В замке Находится Армии Но С Другой Стороны Если Соперник Так Б мог Пройти Мимо И Даже Не Поехать К Вашему Замку То Когда Вот Так Вот У него Дорога Закрывается Он Примерно Будет Знать Что Рядом Находится Замок И Может Как Раз Так И Напасть Так Что Есть Как Плюс Так И Смотрю Что Мне Лучше Отстроить По Замкам Ну Как Вариант Хранилища Ресурсов Можно Было Бы Отстраивать Разве Что Так Так Не знаю Что Строить Реально Так Неделька Закончилась Пошла Четвертая Неделя Опять Начинаю Собирать Войска Гремлинов Я даже Не знаю Зачем Я их Собираю Разве Что Посадите В замок Для защиты От Каких Небудь Войск Компьютера Вообще Чем Хорошо Иметь Большое Количество Городов Многие Их захватывают Для того Чтобы Получить Прибыль Но Вообще Это Не Основная Цель Дело В том Что Имея Большое Количество Городов Вы Можете Разбивать Вашего Главного Героя Где Нибудь На Карте И Тогда Вы Сможете Выкупать Его В любом Из этих Городов То есть Вы Сможете Появляться Не только Лишь В вашем Главном Главном Городе Возле Него А С Любой Стороны Вот Вы Решили Например Идти Вправо У меня Справа Есть Город Я Своего Героя Могу Выкупить Там Если Мне Нужно Будет Выйти Там Где-то Влево То Слева Если Я захвачу Замок То Смогу Выкупаться Там И сразу Влево Грубо Говоря Это У вас Получится Такой Платный Портал Вы Где-то Разбиваете Главного Героя И за 2500 Вы Телепортируетесь В то место В которое Вам Надо А Порталами Вам Служат Ваши Города Ну Единственное Что Нужно Отстраивать Цепочки Перед Тем Как Разбиваться Чтобы По цепочке Армия Могла В течение Хода Прийти К вам К тому Городу Где Вы Собственно Разбились И хотите Туда Перебежать Сейчас Выкупаю Войска На которые Хватает Золото Зомби Решил Не брать Так Смотрю Что Не успеваю Сандра Сандра Сарми Тоже Будет Выше Подтягиваться Саурук Саурук Охрана Есть Так что Саурук Навряд Там Отобьет Этот Замок Поэтому Просто Пока Собираем Побольше Золота И в принципе Если бы Сразу Золото Я собрал Ложком А потом Уже Скуплялся В замке То можно Было бы Купить Побольше Хотя И сейчас Еще есть Возможность За эти 3000 Докупить Армии Сразу же Опять же Я постоянно Спешу Когда играю Поэтому Вполне Могу И не заметить Посмотрим Да Побежал Так и Не докупил Ничего Хотя Возможное Золото Поберег Для того Чтобы Скелетов Ой Скелетов Драконов Костяных Выкупить Мы Сейчас По городам Сравнялись С розовым Компьютером В принципе Ну и Передали Ход Сопернику Пока Алик Ходит Как раз Смотрю На Армии Пытаюсь Подумать Куда Мне Потом Бежать Так Так Еще Взял Магов Тут же Лара Надо будет Чуть поближе Наверное Подтянуть Забрал Армию Уброна Вместе Со Свитками Сауру Продолжает Копить Золотишку Золотишку А у Тамики Намечается Битва Сейчас И возможно Стоит Если Хватит Золота Выкупить Дракошек Как раз Хватает На них В принципе А вот Видите У Некрозамка Тоже Есть Уаль Тьмы Тоже С таким Же Эффектом Как и Серная Туча На тряпок Не хватает Но тряпки Мне понадобятся В битве Против соперника Чтобы Ману Воровать Подтягиваю Армию Поближе Отдал На нимбус Все Можно возвращаться В принципе Пем Нимбус Сможет Передать На Сандра Сандра Тогда Уже На Тамику Сейчас Вот С собой Этих Магов Тягаю Хотя Жуткая Антимораль Будет Потому Как Из Трех Замков Армия Это Чересчур И Ангелы И Верны И Маги А Даже С Четырех Плюс Еще Наш Замок Магов Надо Убирать Однозначно Вот Так Вот Правильно Так И Виверн Похоже Я не беру Чтобы Антиморали Не было Да Просто Скелетов Разделил На Единички Ну И Будем Бить Рогатых Демонов Больше Сотни Там Ну Я думаю Армии Нам Вполне Хватит Тем Более С Таким То Щитком Как У нас Предлагают Потерять Одного Ангела Нет Туш По 32 Разделились Наверное Все таки Скелетами Стеки Я не Выбиваю Маны Очень Мало К сожалению Кстати Чем Еще Хорошо Иметь Много Городов Что В каждом Из них Можно Построить Гильдию Магов А потом Пополнять Ману В городах Так Нижний Стек Пока Потихонечку Ослабляю Пока Не Подходит Отлично Снимаю Ответный Удар И Пробую Вырезать И Не Вырезается С одного Удара Да Поэтому Тяжеловасто Будет Проводить Битвы Один Стек Мы Заминусовали Ангелам Теперь Нужно Идти вниз Тоже Снимать Ответочки Наверное 163 Но Больновато Довольно Ударили 134 Уже Решаю Побыстрее Вырезать Один Из Стек Так Они Накинулись На Скелетов Это Хорошо Лучше На Скелетов Чем На Лечей 134 Здоровья Можно В принципе На Большой Стек Накинуться 99 Еще Отлично Ослабили Ух Ударили По Лечам Все Так Хорошо Что Не Убили Леча А вот Теперь Убили Вдвоем Таки Накинулись И добиваем Один Лич 19 Скелетов 36 Скелетов Взяли И 5000 Золото Ну Совсем Не То Что Надо Было Ладно Есть Еще Одна Пандорка Поэтому Я Не Унываю И на Всех Парах Лечу К ней За Мечом Я решаю Пойти Потом Потому Что Он Все Равно Мне Будет По Больно Как Чемпионы Довольно Быстрые Наверное Лечей Надо было Не брать С собой Слева Вот Еще Есть Улик Который Надо Будет Брать Ох 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 46 Не Лечей Однозначно Надо Было Не брать На Эту Битву Тут Будет Очень Больно Вампиров Прячем Скорее Всего Я Здесь Солью Всю Армию Кроме Скелетов И Ангелов Даже Несмотря На Щиток Будет Очень Больно Но Зато Пандорка Должна Быть Очень Хорошей Если Такая Мощная Охрана Здесь Стоит Еще Щиток Наверное Надо Кастовать Ну И Что Я Сделал Ну Вообще Красавчик Че Было Щит Недди А У меня Маны Нет Нет Тогда Без Варианта Будет Все Сливаться Очень Быстро Не Ударил Вообще Подождал Скелеты Вообще Не достают Никому Сейчас Будут Наваливаться Наверное На скелетов Большая часть По крайней мере Стараюсь Ангелов Отвести Вампиры Тут Падут Вместе С Черными Рыцарями Это Уже И так Ясно Вот Так Вот Я Сейчас Взял И Просто Так Слил Всю Свою Основную Армию Можно Считать Этот Бой Переломным Хотя И до Этого Шансов Было Мало Но С такими Гигантскими Потерями Тут Явно Ге-ге Практически Правда Хорошо Хоть Додумался Не взять Сюда Виверн Так Бы Виверны Слились Ну Бой Этот Мы Конечно За счет Спилета Все равно Выиграем Но Потери Аховой Слил Еще Одного Ангела Все Печально Все Что мы Наживали Своим Трудом Столько Времени Сейчас Мы Просто Плавим В никуда 5 вампиров Это уже Не стека Неизвестно Что Вот такие Вот потери Ребята И что Там Было Узнаем На следующий Ход Если Золото То Это Вообще Я даже Согласен На Какую-то Армию Ладно Посмотрим Все Равно Конечно Сдаваться Не будем Все Стейки Не Улазят Поэтому Приходится Убирать Сандра Подтягивает Армию Ближе Тамики Уже Нет Мувпоинтов Поэтому Я прячу Щиток Потому Как Я Засветил Тамику И Покажу Ее Слабенькой В таверне Магический Артефакт Я тоже Снял По той Причине Что У меня Нет Маны Поэтому От того Что Я сниму Этот Щит У меня Маны Меньше Не Станет Ну И думаю Может Где-то Что-то Построить Дело В том Что Всегда Нужно Золото Какое-то Иметь При себе На тот Случай Если Нужно Будет Где-то Разбивать Героя Либо Если Вы Попадетесь На уловку Компьютера Или Соперника И вам Нужно Будет Сбегать А имея Золото Вы Хоть С какой-нибудь Армией Сбежите Иногда Даже Один Какой-то Стэк Может Решить Исход Битвы Которая Вы Спасли А потом Он Может Сыграть С вами Добрую Шутку Гошка Уже Неплохо Раскачан Как раз У Алика Будет Возможность Сейчас Сравнить Наших Главных Героев Нагаша Пригнал домой Чтобы он Потом Армию Мог Подтянуть Итак Открываем И вы Представляете Да 20 тысяч Золота И я потерял Кучу армии Это просто Я не знаю Издевательство Какое-то Замедление Которого Мне не хватало Столько Времени Как так Можно Играть Как я Я даже Не знаю Так Тут Проходы Вверх Довольно Легенькие Но у меня Сейчас Задачи Другие Надо Брать Улик Меч Город И идти Ниже Брать Еще Улики Без Потерь Пробили Так Ну Будем С личами Лезть Наверное Что делать Отлично Еще Шесть Виверн Уже Четырнадцать Это уже Какой-никакой Небольшой Ударный Стэк Отлично Соперника Я уверен Что их Уже Больше Конечно Что будем Разгонять Будем разгонять Удаляем Лишнего Гоблина Сами Сами Разгоняемся На Ангелах Так Ну и Подтягиваем Армию Пониже Пока Задача На Ближайшие Дни Нам Уже Ясна А вот Дальше Уже Будем Смотреть По Обстоятельствам Кстати Вот Артефакт Который Против Слепоты Насколько Я помню Я тоже Его Почему-то Не передал Одним Главному Герою Конечно Алик Против Меня В слепоту Редко Использует Точнее Я даже Не помню Чтобы Он Против Меня Использовал Но Тем Не Менее Перестраховаться Не Помешало Бы Пытаюсь Подтянуть Еще Четыре Мага По Количеству Героев Соперник Меня Превосходит Можете Представить Да Какое У него Количество Это При том Что Некоторые Герои У меня Сидят В Городе Семь Героев На Открытой Местности А у Него Там По Городам Наверное Распихано Героев Целая Куча Так И Вот Появился Зеленый Армия Конечно Довольно Слабенькая Но Ее Вполне Достаточно Чтобы Взять Мой Главный Город И Вот Сейчас Встал Передо Мною Вопрос Нужно Ли Возвращаться И Отбиваться От Зеленого Или Двигаться К Поставленной Мною Цели Приходит Ход Но Зеленый Я посмотрел Что он Строитель Захватами Он Особо Не Пользуется Конечно При Возможно Любой Компьютер Нападет Кстати Вот Тоже Многие Спрашивают Почему Вы Играете На Сложности Пред Последней А Непоследней Дело В том Что Что На Пред Последней Сложности Компьютер Играет Одинаково Абсолютно Одинаково Не Думайте Что Если Вы Поставили Пред Последнюю Сложность То Вам Будет Легче Разобраться С Компьютером Вся Разница Заключается В том Что Вам Даются Ресурсы А На Последней Сложности Вы Стартуете Без Ресурсов А Компьютер Стартует С Ресурсами То есть Вам Просто Старт Будет Тяжелее Все Вот И Вся Разница Но Если Стартуете Без Ресурсов То Понятное Дело Вы Будете Больше Развиваться Дольше Точнее Партия Ваша Затянется Если Можно Было Закончить За Пару Часов Вы Будете Играть Часа Четыре А Поскольку Герои Это И так Не Очень Быстрая Игра То Зачем Лишний Раз Затягивать Многие Шаблоны Заточены Именно Под Сложность Предпоследнюю Есть же Шаблоны В основном Это шаблоны М200 То есть На маленьких Картах Которые Играются На сложности 200% И как раз Таки По пару Часов Там Длится Игра А если Бы там Начинать На предпоследней Сложности То Я думаю Там И за часик Партии Заканчивались Бы Очень Быстро Так что Вот такие Дела Ребята Эти шаблоны Оттачивались Не один раз Изменялись Поэтому Если шаблон Заточен Под предпоследнюю Сложность Ее нужно Играть так Заточен Под последнюю Нужно Играть Тоже так Игра На разных Шаблонах Она абсолютно Отличается Там Совершенно Разные Задачи По разному Нужно Себя Вести Даже Сила Замков Она очень Сильно Отличается Есть Шаблоны На которых Например Башня Довольно Сильна На тех же М шаблонах А есть Например XL шаблоны На которых Башня Выносится Практически Всеми Замками Ну Вообще В умелых Руках Любой Замок Может Стать Очень Сильным Так Ну Саурук За нас Взял Замок Для того Чтобы мы Не отвлекались И не ехали В ту сторону Ну что Будем Отбивать Сейчас Меч Да Думаю Сейчас Артефакт Передать Или нет Так Я взял Гремлинов На Аджор И артефакт Не передал Красавчик Че тут Скажешь Вот так Вот даже Лича Терять Не хочется Поэтому Лучше Передраться Наверное Хотя Там 33 Могу Потерять Еще Больше Все Таки Соглашаюсь И теряю Лича Хотя Мне кажется Если бы Передрался То потери Были бы Меньше Ладно Идем Ниже Качаемся Атаку Улучшаем Потому что Защита У нас И так Более Чем Хорошее Забираем Золотишко И что Есть возможность Разогнать Главного Героя Надо Этой Возможностью Пользоваться Что Я Сделал Похоже Я решил Не разгонять На тот Случай Если Соперник Будет Здесь Рядом Ну В принципе Да Проход Здесь Рядом Но Не знаю Навряд Соперник Здесь Появится Ну Ладно Решил Не разгоняться Так Пускай Лучше бы Я разогнал Конечно Героя Больше Толку Было Купляю Лакеала Для того Чтобы Определенную Армию Иметь У себя В замке Для Защиты Считаю Что Этой Армии Должно Хватить Для защиты Замка Смотрю Только Кого Лучше Держать Вот 30 Маны У Нагаша Значит Лучше Нагашем Защищать Замок Чем Больше Маны Тем Лучше Так Ну а В океала Надо куда-то Девать Тогда В цепочку Может Его вниз Куда-то Загонять Тоже Или На нычки Поставить Таверну Ставим В новом Захваченном Замке И теперь Мы видим Мощь Армии Королевства На данном Этапе Она у нас Выше Чем У соперника Это Скорее Всего Из-за Того Что Соперник Просто Не выкупил Те войска Которые Есть У него В замке Либо же Соперник Брал Утопии И слил Там Довольно Прилично Войско У нас Сейчас Войско Было бы Намного Сильнее Если бы Тогда Я В том Бою Не слил Такое Огромнейшее Количество Войска Практически Все Я сейчас Свечу Своего Героя В полном Обмундировании Сопернику Это может Послужить Сигналом Для Алика Для того Чтобы он Начинал Брать Утопии Вот вам Пожалуйста Он теперь Тоже Засветил Своего Героя Из Разряда Ну Ну Посмотри Теперь В ближнем Бою Он уже Сильнее Чем Я Ну А по Магии Там У него Уже Полное Преимущество Так Я Просто Фармлю Скелетов Так Тут Нимус Мне даже Мешает По Дороге Архимаги Неприятная Охрана Ну С моими Скиллами И армией Любая Охрана Уже Должна Пробиваться Отлично Джинов Пробили Берем Улик Четыре Верны Минималочка Жаль Ладно Чародеи Это тоже Очень неприятно 15 скелетов Потеряли Снова Минималочка Да что ты будешь делать По четыре Верны Собираем То там То тут Что буду Разгоняться Или нет Да Решаю Разогнаться А раньше Нельзя было Да Вот Наконец Ура Это Свершилось Я передал Артефакт Как же Долго У меня Все происходит Так Ну что Будем для цепочки Наверное Выстраивать Героев Дело в том Что Вполне Возможно Что Мы будем Разбиваться И идти В другую Сторону Потом Через портал К зеленому Например Кстати Сейчас то я знаю Что и нужно было В общем то Так делать Но на тот момент Я не подозревал Что там У зеленого Ну да ладно Не будем забегать Вперед Передаем Армию Сауругу Сауруг тут Собирательством Занимается Ну Цепочка Вроде как Есть На случай Разбивки И возвращения Домой Так Джелара Надо садить Наверное В замок Потому что Там тюрьма Рядом Можно будет Еще одного Героя Получить Бесплатно Да Так и Делаем Я что Не сажаю Его Внутри Замка Да ладно Лол Блин Что это За фигня Вообще Порой Пересматривая Свои игры Просто Див Удаешься Как так Можно играть Так Брона Тоже Можно Посадить Внутрь Уже Смысла Налогов И воров Стоять Нет По той Простой Причине Что Уже Замков Такое Количество Что Таверны В замке Показывают И так Очень Много Опять же Для тех Кто не знает Чем больше Таверны Вы построили Тем больше Информации В таверне Вы знаете О соперниках Ну хотя бы Брона Посадил И освободил Место Для героев Уже Хорошо Да Для цепочки Выстраиваем Все И передаем Ход Уже И четвертая Неделька Потихонечку Подходит К концу Снова Компьютер Напал На соперника Я Написал Алику Что У топы Пошли У него Он говорит Одна еще Осталась Да Этих Тебе Хватит Отвечаю Я ему Для комфорта По золоту Все неплохо Я думаю В начале Следующей недели За это золото Можно скупить Все что у нас Будет В этом замке Армию Тебе дали Насколько я понял Это я по поводу Ящика Пандоры У него Потому что у него Мощь армии Королевства Выросла резко Либо же Скупился Все таки У меня Одна пустая Была Мудрости Видимо Не хватило У меня Тоже Она пустая Была 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 Мудрость Пришлось Брать И не зря Неплохо Снова Нахватался Алик пишет Что страшно Бьет 5-9 Сказочных Авто Слило 300 скелетов Сейчас сам Пробует С ними Сражаться Сказочные Драконы Они неприятные Тем что против них Во первых Магию Нельзя использовать Потому что Они ее Отбивают На вас А во вторых Они издалека Стреляют Они стрелки То есть Здоровья у них Не особо много Их можно легко Выбить Но опять же Выбить можно Когда вы к ним Уже подойдете А это происходит Не очень то И быстро Тут Алику Говорю Что могли быть Ржавые Он говорит Сказочные Страшнее Ну если у вас Нет быстрых Войск Которые Быстро Начнут Их блочить То в общем то Да Сказочные Очень страшны Да и в общем то Сказочных Чаще можно увидеть Чем ржавых Наверное Ржавые Ржавые Кристальные Соперник Говорит Они самые легкие Ну это Понятное дело Ну как Самые легкие Ржавые Они быстрые У них Куча здоровья То есть Тоже как бы Не особо Приятно Они тоже За один ход Добегают К вам Вырезаются В какой нибудь Из ваших Стэков Обычно Это какой то Из мощных Стэков 10 тысяч Золото Дали ему А или Осталось У него Так Артефакты Похоже Уже начал Цеплять Даже на Ложков Чтобы Показать Что Ложки У него Выглядят Лучше Чем Мой Главный Герой Так что Наверное Надо Будет Сразиться Здесь Для того Чтобы Потом Мои Ложки Могли Освободить Еще Кого Нибудь Из Тюрьмы Так За Эксперт Или Тактику Или Мудрость Все таки Мудрость Взял Наконец Вообще Вначале Надо Побыстрее Мудрость Продвинуть Вот Когда Я Взял Заклинание Огня Мне Быть Дали Гораздо Больше Если Б Мудрость У Мудрость Была Больше Так Ну Еще Один Улик Берем Перед Тем Как Выходить Наружу Из Подземелья Ух Ты Одного Костяного Дракона Предлагают Мне Потерять Нет Костяной Дракон Это Не Тот Стэк Который Б Которым Б Можно Было Размахиваться Налево Направо Какой Никакой Но Все Ж Ударный Стэк Есть Из Костяшек Что Теперь У меня Есть Замедление Но Нет Маны Ангелочки Так Ну и Вообще Когда Я Играю И Комментирую Одновременно А не так Как Сейчас Комментирую Уже По Происшествии Определенного Времени То Обычно Из-за Того Что Больше Думаю Игра Получается С моей Стороны Получше Конечно Больше Затупом Но В общем Получше А так Спешка У меня Постоянно Какая-то Непонятная Начинается Так Спасаю Вампиров Вот Они Подошли Уже Ближе И теперь Хочешь Не Хочешь А Врезаться Надо Будет Виверн Почему-то Спасаю Можно было Врезаться И все Щиток Же Есть Хороший Я не думаю Что они Должны Были Положить Вив Но Вообще Лучше Да Принять Удар На себя Ангелами У них Жизни Это Поболее Будет Потом Ангела Можно Будет Убрать Вот 61 урона Они нанесли А теперь Можно Всеми Накидываться Просто Выбивать Этот Стэк Отлично Без Потерь Теперь Сам Кулик Берем Вот Тут Хотя бы 8 Виверн 30 Вив Мы Собрали С вами Думаю О том Разгоняться Или Нет Вообще Возле Проходов Разгон Это Плохое Занятие Вас Смогут Как раз Подловить Такие Случаи Тоже Бывали Точнее У меня Был Случай Можете Посмотреть Там С ночным Троллем В одной Из партий По-моему В которой Написана Ржачная Партия На Мой День Рождения Когда В портал Я заходил А в портале Оказался Его Главный Герой С армией И получилось Что Когда Я пытался К нему Пробраться На его Территорию То Автоматически Напал На него И тогда Он мне Там Раздал Но Партия Была Интересная Примерно Как С фантоком 88 Когда Когда Я Даншем Затянул Игру Ой Как Сильно В принципе И с ночным Троллем Примерно Так же Тоже Я затянул Но С фантоком Я намного Длиннее Партию Сделал Уже Проигранной Заранее Игре Так Эдрик Зашел Слабенько Прокачан Но Тем не менее Когда У вас Ложки Тоже Прокачаны Ну Желательно Это Маги То Тоже Можно Неменеплохо Насолить Сопернику Смотрю Как Мне Лучше Выстроить Цепочку Кстати Медузятник Почему-то Я не взял Как бы Армия Позволяет Без потери Там все Пробивать Так Мощь Армии Королевства У нас Да Сейчас Самая Большая Опять же Соперник Догонит Нас Хотя С такими Скиллами Которые У него Сейчас Есть Он Даже Может Меньше С собой Брать Армии И при этом Комфортно Себе Чувствовать В бою За счет Магии Зачем я Джелара Пытаюсь Вытянуть Даю ему Какую-то Армию Что я Вообще Делаю Я что Надеюсь Что буду С ним Сражаться Где-то Там В проходах Но Не думаю Что это Удачная Идея Ворота Подземного Мира Думаю Может быть Сауругом Там Заглянуть Потом Думаю Нет Все-таки Не буду Лезть Для того Чтобы Опыт Шел За битвы Именно Главному Герою Ну и Плюс Скелетов Мы нафармили Нормально Так Ну что Передаем Армию Тамике Тамике Будет Пробиваться Там Все Мощь Армии Королевства Больше Уже Красного Он Себе Уже Даже Архидьяволов Выкупил Вон Как Так Так Что Будет Бобо Так Ну что Давайте Передавать Нормальную Армию Не с Этой же Армии Выглядывать Через Альт Соединяем Передаем Те войска Которые Необходимы Так И черные Рыцари Или Вампиры Или Или Приходится Выбирать Смотрю Какие Заклинания Остаются Даже Если Свитки Убрать Вот Щитка У меня Нет Без Свитка Забывчивость Добавляется Лечение Стоило Бы Взять Например Вместо Той же Забывчивости Вот Верно Например После Врезания Ангелов Чтобы Их Можно Было Лечить Опа Здесь Всяческие Портальчики Там Все Пробито Значит Я Первыми Запускаю Ложков Так Правильно Делать Для того Чтобы Они Разведали Территорию Я Примерно Видел Куда Мне Ити Лучше О Улик Есть Невзятый И Это Розовый Компьютер Тот Самый Розовый Компьютер Который По количеству Замков Пытается Со мной Соревноваться Что Вхожу Тамикой Опа И Здесь Есть Консерватория Грифонов В принципе Охраны Возле Нее Нет Поэтому Я Не знаю Есть ли Там Какая-то Охрана Охрана Здесь Я Пробиваю Гномиков И Вхожу В портал И Прикиньте Мое Удивление Я Поспешил И Не Прочитал Что Это Портал Односторонний И Теперь Я Отрезан От Своей Армии И Нахожусь Кто Знает Где Вообще На Другом Конце Карты И Вернуться Назад Не Могу Вот Так То Ребята Опять Же Спешка Невнимательность Рассеянность Можно По-разному Это Называть Ну Когда Вы Главного Героя Отделяете От Цепочки То Обычно Ничего Хорошего Из этого Не Получается Вы Будете Бегать Искать Как Вам Вернуться Назад Это Может Занять Довольно Длительное Время Ну Что Ожидаем Минотавров Ближе Вот Они Уже Пришли В Притык К Нам Тут Скелетами Можно Нижний Стэк Вырезать Я Даже Ангелами Врезался Ну Ладно Можно Можно Просто Скелетами Ударить И Не Париться А Так Скелетам Даже Занятия Никакого Не Осталось Отлично Можно Выше Скелетами Стать Чтобы Мы Просто К Ним Дотягивались Ну Ангелами Посмотрел Что Жизни Еще Хватает Для Того Чтобы Снять Ответный Удар И Без Ответного Удара Теперь Опять Так Наваливаться Всеми И Добивать Скелетам Никакого Занятия В этом Деле Я Не Дал Ну Что И Консерваторию Не Проверил И Улик Не Взял Возле Зелё Розового Компьютера И Замок Не Отжал У Него Вот Так Вот Одна Ошибка Может Сколько Проблемно Делать Бывает И Сейчас Я В тот же Портал Заезжаю Сауругом И Выезжаю Вообще С другой Стороны То есть Я Выезжаю Возле Этого Же Замка Розового То есть Этот Портал Ведет В разные Места Что Самое Интересное И Никак Я Не Могу Ложка К себе Для Разгона Там Привести Или Тоже Там Какую-то Цепочку Пытаться Выстраивать Вот Я Не Знаю Есть ли Смысл Дальше Даже Продолжать Вот Еще Одного Героя Послал Со Второго Раза Он Попал Ко Мне Хотя Бы Вот Здесь Я Реально Начинаю Задумываться Что Что Делать Не Ну Я Понимаю Если Написать Алику То Он Должен Дать Авто Сейв Алик В Этом Деле Не Отказывает Я Не Любитель Как Я Уже Говорил Брать Авто Сейв Только В Крайних Случаях У Меня Против Валика И Так Как Б Шансов Особых Нет Но Оторвавшись От Своей Цепочки Мои Шансы Падают Еще Ниже Вот Реально Везде Смотрю Пытаюсь Оценить Шансы Вообще Что Будет Если Я Продолжу Играть Вот Я Написал Сопернику Лол В надежде Что Соперник Спросит Что Случилось А он Как назло Сидит И Молчит Хотя Возможно Не Видит О Вопросительный Знак Зашел В портал А он Односторонний Теперь я Оторван От цепочки Пишу Ему Вообще Чем Ну Как бы Неприятно И неудобно Брать Такие Рестарты Во-первых Когда ты уже Пробился Куда-то И разведал Там Территорию То Если ты Берешь Автосейв То ты Уже Знаешь Если ты Пойдешь Туда Ты Окажешься Там-то И там-то Но Это Неправильно Получается Что ты За один Ход Как бы Два Хода Делаешь Тогда И разведаешь Территорию Поэтому Я как бы Не хотел Брать Авто Алик Тут уже Сам Даже Предлагает Авто Читать же Нужно Это Понятно Что Читать Нужно Я же Человек Который Постоянно Куда-то Спешит На Автомате Играю Пишу Снова Предлагает Авто Я тут Задумываюсь Авто Или Нет Неизвестно Как отсюда Возвращаться Надо будет И сколько Времени Я потеряю Дорога Здесь Ведет Только К порталу Который Не работает Дальше Бегать По бездорожью Поэтому Да Я все Таки Выхожу И Буду Брать Авто Сейв От соперника Придется Сейчас Переходить Конечно Заново Пишу Сопернику Ты меня Балуешь Алик Алик Говорит Заодно Таймер Увеличил Ну да У него Там Таймер Уже Под Ноль Слился Ему Приходилось Спешить Так что Хоть Какой-то Плюсик И он Из этого Извлек Это Радует Конечно Вот Например Сейчас Я знаю Что Можно Сразу Ложками Заезжать И Не Трачу Лешний Move Point Здесь Я знаю Что Дальше По Дороге Находится Замок Поэтому К нему Можно Не Идти Сразу Проверяю Консерваторию Консерватория Не Взято Это Меня Конечно Радует Алик Говорит Это Точет Таймер Не Выдерживает Моей Мощи Цепочек Ну Да Учитывая Сколько У него Героев У меня Много Героев А у Него Еще Больше Я Представляю Что Входить Тамикой Тогда Сразу Пытаться Взять Консерваторию Алик Говорит Люблю Цепочки Так Отъезжаю Сейчас Надо будет Армию Передать Алик Говорит Ну Либо Не Умею Либо Не Хочу Делать В Начале Игры Как Делают Профессионалы И Делят Армию Мне Жалко Армии Ну В общем Я тоже Не Разделяю Армию Единственный Шаблон На котором Я Вначале Разделяю Армию Это Джебус Кросс Потому Что Хочется Сразу Захватить В разных Краях Города Себе Пробиваться В разные Стороны И то Опять же Не Всегда Это Вообще Если Так Судить То Цепи Это Одно Из Самых Слабых Мест У Меня Я В принципе Строю Но В основном Для Передачи Армии А если Не хватает Не хватает Тогда Щиток И Сразу Накидываемся На Нижний Степ Который Может Угрожать Личам Поэтому Нужно Ослабить Ослабить Максимально Так Тут Отходим Назад Подставляться Под 3 стека Рыцарями Не особо То охота Лучше Подставиться Под 1 Ослабленный Так Тоже Надо Убегать Пока 3 стека Не навалилось Опять же Подставился Под верхний Левый Ну да ладно Выбиваю Один из стеков Вот Виверный Сейчас Показывает Себя С хорошей Стороны Так Скелеты Тоже Легко Вырезают В общем Виверный Скелеты Тут Зарешали 3 ангела Себе Добавило Если бы Я тогда 3 ангела Не потерял То было бы Уже 6 Ангелов И это Не обы Что Это было бы Уже Очень Круто И полезно Разгоняться Здесь Уже Опасно Потому что Соперник Может Выехать И убить Моего Главного Героя Но при этом Если Я разгоняюсь На ангелах То я не думаю Что Я сильно Потеряю Скорости Вот так Вот Хотя бы На семерочке Разгончик Будет Потому что У лечей Седьмая Скорость Ну и Армию Сауругом Можно Дальше Подтянуть В принципе Не думаю Что Розовый Компьютер Рискнет Напасть На Моего Ложка С такой Огромной Армией Сауруга Сауруга Оскар Оскар У� Опять же тут занимаюсь основной цепочкой, выстраиванием ее и бегу джеларом, чтобы он со своей армией бежал туда. Бесполезное занятие практически, так как пока джелар туда добежит, я уже успею зачистить эту территорию и скорее всего буду уже разбиваться и убегать с нее. Последний день кстати четвертой недельки, следующий ход уже начнется второй месяц. Игра затягивается, ну как всегда Алик меня жалеет и дает мне возможность поразвиваться, чтобы я составил ему какую-то конкуренцию. Вот уже компьютер рядышком, зеленый тоже тут разбегался, но самое главное, к главному замку он не бежит, так что все нормальненько. Так все, второй месяц начался. Эдриком разведаем территорию вниз, может здесь что-то интересное есть, но похоже нет, здесь тупичок. Да, возвращаемся назад, тут гарпии рядом есть, можно было бы пофармить на них скелетов, но не знаю, тратить на это мувпоинты не особо хотелось бы. Голубка удачи, беру ее тоже с собой. Каменную кожу убираю и смотрю, что она все равно у меня есть, так что все хорошо. Забывчивость вместо замедления. Похоже я забыл, что у меня замедление, кроме свитка, его же нет. А забывчивость есть и так. Ну как-то так, ладно. Все, надо идти уже на соперника. Добавил себе знаний. Заодно можно будет ману пополнить. Двигаюсь дальше по дороге, и тут улик. Вот улик надо однозначно брать, чтобы потом на это не тратить время. Отлично, еще 8 должно добавиться. Виверн. Вот стек 38 виверн, это уже неплохо. Так, ну и вот замок здесь уже рядом. Так, подбегаем. Тоже не дотягиваемся до замка, поэтому просто занимаемся разгоном. Седьмая скорость скелета убираем. Ну, в общем. Те, кто с седьмой скоростью, можно было их, в принципе, оставлять. Ну, раз передал, ладно, так тому и быть. Ведомина пришла. Да, пришла бы она мне на первой неделе. Однозначно была бы главным героем. А на втором месяце, ну, смысла в ней уже нет. Мощь армии королевства валика больше. Но на третьем месте по мощи уже идет зеленый компьютер. Тот самый, который ко мне приехал. Ну, мощь у него большая за счет того, что он строитель, он мало воюет. А это значит, что он мало сливает свою армию. В основном он отбивает шахты. И старается улучшить свою экономику, чтобы отстроить весь замок. Так, смотрю. Может, что интересного не заметил. Первый день. Есть возможность... Опа! Загрейдить... Дракошек. Ну, на скупку их не хватает. Так, и не могу выйти, потому что восемь героев находятся на карте. Можно было бы Эдрика удалить, но у него десятый левел. А других героев я не могу удалить по той простой причине, что они у меня стоят в цепочке и играют важную роль в плане возвращения меня домой. И что, решаю Джеллара опять возвращать домой. То есть, три дня Джеллар у меня бежал из замка. Теперь он три дня будет возвращаться домой. Я не знаю. У меня просто нет слов по поводу моих действий на глобальной карте. Это жесть. Ну, да ладно. Тем интереснее будет вам смотреть это видео, чтобы вы не повторяли моих ошибок. Просто смотрите и не делайте. Заодно вам как раз будет видно последствия моих ошибок. Так, Алик уже до 50 героев удалил. То есть, у него там была куча золота. И он там, благодаря тому, что цепочки нужно было выстраивать, одних покупал, других удалял, одних покупал, других удалял. Вот он говорит, у него 45 тысяч золота было, осталось там совсем чуть-чуть. А, не, осталось 4 500 золота, а было 100 тысяч. Ничего себе. Вот это да. Можете себе представить, да, сколько героев он там покупал, удалял. Говорит, люблю головоломки. Ну, да. Ну, покупая и удаляя стольких героев, значит, реально чем-то там серьезным занят человек. Так, предлагают мне слить армию. Ну, блин, ну, тряпок отдавать не хотелось бы, 6 штук. Поэтому решаю передраться. Более-менее, говорит, вижу приоритет. С ними поближе можно подходить, чтобы как можно быстрее его постараться вынести. Стрелки будут, ну, его башни, точнее, стрелять по лечам, скорее всего. Пишу сопернику, да, расслабься, ты же знаешь мой уровень. Нет, на скелетов накинулись, и это хорошо. Маны особой нет. Так, ну, тогда стрелков выбиваем. Отлично. Грифончики сами вылезли. Так, ну, все, кто выйдут, они тут и ляжут. Так, блокирую выход. И можно влетать внутрь, но ангелы там будут ходить раньше. Алик говорит, у тебя лучше получается, когда финальных битв много, а не одна. Ну, это он вспоминает, опять-таки, партию, которую мы играли на джебус-кроссе, о которой я уже говорил, где у меня единственная победа над ним. Не то, что над ним, а вообще единственная победа на джебус-кроссе. Так, ну и хватает маны сесть в замок и пополнить ману наконец-то, а то сколько можно без маны бегать. Замедление как раз получил, то есть можно теперь свиток с собой не тягать. И разгоняемся в замке. Если на нас нападут, то наш герой автоматически встанет в слот замка, и как раз вся армия добавится к нам. А так мы находимся на разгончике. Так что не думайте, что если на нас нападут, у нас будет пять ангелов, и все. Если вы их на единички поделите, тогда да. А так, для всей армии, которая находится в замке, у нас слоты свободны, поэтому она к нам и добавится. Если бы хотя бы один слот не совпадал и был занят, и кому-то не хватало, тогда бы да. Битва считалась бы уже, как будто мы стоим на открытой местности, а не в замке. Так что имейте это в виду, если что. Смотрю, что же делать дальше. Если бы Джиллара не было, я бы сейчас купил одного героя и разведал бы по бездорожью вот здесь, вот вверх и вниз территорию. И смотрю, может Сауруга все-таки загнать в какую-то сторону. Так, вот так вот у нас освобождается одно место. Загнал сюда Сауруга. Будет сидеть на защите замка. Так, на седьмой скорости. В общем, возвращаю всех, у кого седьмая скорость, к себе у Армена. Так как я разгоняюсь именно на этой скорости. А мне надо ману пополнять. И что, я выбегаю из замка на разведку? Опять же, твари непонятно что. Выкупаю драконов. И займусь подвозом армии, похоже. Да, на всю армию хватило нам на выкуп золота у нас более чем предостаточно на данном этапе. Так, ну и цепочка должна быстро все передать. Она у нас нормально отстроена. Кнопочка обмена армии очень полезная. Она очень быстро позволяет передавать армию. Все-таки стандартным героям, в которые все мы начинали играть. Раньше этой кнопочки не хватало и настолько уже привыкаешь ко всем нововведениям в героях, что не представляешь, как раньше без этого играли. Без тех же контролов, альтов, шифтов, быстрых разделений армии. Да и раньше как-то на единички не делили армии. Иногда там периодически делил, там пополам, например, некоторые отряды. Такое бывало. Ну а так, чтобы прям на единички. В общем, были времена. Думаю, что же делать. Но этот ход все-таки отсидим, наверное, в замке. Дальше посмотрим. Улучшать стрелковую башню тоже особого смысла не вижу. По крайней мере, пока. И что, я выхожу из замка? Ну это будет просто... Просто бред. Ману пополнять надо. Красавчик. А, я решаю купить еще одного героя. И витамин упустить на разведку. Не, ну. Не худший вариант. Главное, что я успею вернуться. Рейс довольно большой, кстати. У этого компьютера. Есть место, где побегать. Итамикой не зашел в город, похоже, да? Ой, красавчик. Так, захватить, захватил замок. Клетки не хватило зайти. Да, обидная штука. У меня такое тоже было не раз. Когда ты нападаешь на замок, замок становится твоим, и у тебя мувпоинта уже больше нет. Ты не можешь зайти в него. Вот, насколько сильнее все-таки соперник, чем я. Защита только у меня на единичку больше, но, поверьте, единичка ничего не решает. Во всем остальном он меня... Он имеет преимущество. По знаниям тоже на единичку делает. А по атаке и по силе магии, ну, там вообще без вариантов. И вот Тамика с непополненной маной. Красавчик, опять же, спешка. О, обзорное дерево, отлично. И здесь мы замечаем уже нашего соперника. Вот его замок с нычкой. И розовый компьютер. Он тоже рядом находится. То есть по бездорожью у него здесь два замка было, связанных с опряжением. И армия там небольшая. Так что особой опасности этот компьютер для меня, конечно же, не несет. Так, ну, интересно. Теперь мы знаем, что если мы пойдем дальше вверх, то соперник будет уже видеть наши перемещения. И у него будет время вернуться домой. Да, то, что не пополнил ману, это, конечно, эпично. Такое количество ошибок. Мне вспоминаются видео из моих еще первых партий. Сколько я там ошибок делал. Здесь я сделал их не меньше. Передал все, что было. Теперь баллиста есть с нами. Так, Алик спрашивает, а что ты ответил? Не успел прочитать реакцию твою. Что у меня частенько такое бывает. Что мувпоинта не хватает для того, чтобы захватить замок. Обидная вещь. Обидная тем, что, во-первых, ман уже можно пополнить, если ты заедешь. Во-вторых, разогнаться в замке можно. То есть, это очень полезно. Так, тут как раз подмога подъехала. Думаю, как же лучше это все организовать. Просто непонятно, куда пока бежать к главным героям. Покупаю еще Дессу, наверное. Для того, чтобы он здесь разведал нам территорию. Стоит ли нам бежать куда-то сюда или нет. Здесь пустота, вообще зря прибежал. Все удаляю Дессу. Понимаю, что интересного здесь на респе уже ничего нет. Крельона можно еще купить. И Геона. Геона покупаю, потому что какая-то армия у него есть. Геона тоже пускаю на разведку. Да, ничего интересного нет. Наверное, с этой территории можно уже уходить. Единственное, вот там вот слева есть. От портала, который дорожки ведут. Можно там посмотреть. Может, что интересного есть. Есть, в принципе, колодец пополнения маны. Можно тогда туда сбегать. На случай чего. Если в городе не решил пополнять ману. С маной же намного проще воевать. Так, ну что, возвращаюсь тогда. Пофармим скелетов на гномах. Здесь я помню, старался так мышку подставить, чтобы не попасть в портал случайно при победе гномов. А то опять окажусь в той же ситуации, брать не брать, а в то. Так, продолжаем фармить. На гарпиях скелетов. Пока 585 скелетов мы накопили. Ну, почти 600 уже. Внизу можно себе спелл пауэр увеличить. Так, ну что, Эдрик должен передать нам армию. Дракоши не грейженные наши. Что с ними делать? Может быть, все-таки оттянуть их на грейд? Было бы очень полезно. Решаю все-таки не возвращать. Ладно. Думаю, бежать сразу к чертям. Или же все-таки спелл пауэр бежать улучшить себя. А потом уже к чертям и наверх. Зеленый рядом. Не совсем приятный момент, конечно. Бежать. Бежать. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Долго раздумывая, что же все-таки делать Эдриком решаю сразиться, отбить артефакт, чтобы потом подтянуть его главному герою В океала немножечко возвращаю назад Зеленый, я думаю, все же не тронет меня Кузницу ставим, я решаю все-таки в Инферно отстроить муниципалитет Дело в том, что к Инферно рядом нет никаких других проходов И навряд мой Инферно кто-то захватит Компьютер или там соперник Ну соперник тем более, ему смысла не будет Все, завершаю ход, передаю И опять-таки допустил ошибку Ятамикой не доходил У нее еще оставались мувпоинты Здесь компьютер отжал у Алика замок Мы с вами имеем возможность это наблюдать Достоились, так сказать, чести Так, наш ход Зеленый прямо уже рядом возле моего замка бегает Думаю, что Эдриком сразу подтягивать артефакт Или все-таки побежать пока по дорожке Там вроде как замок виднеется Да, по вот этой дорожке, которая влево ведет Там как бы Два флажка стоят А это значит там замок Так, ну Геону тут дальше бежать некуда Можно даже удалить Геона Он свою задачу уже выполнил Разведка здесь сделана И я понял, что бежать туда нет смысла Так, иду к низу Решил посмотреть ход В каком порядке что происходило Тоже хорошая кнопочка в героях На тот случай, если вы отходили И вам нужно проверить Не появлялся ли где-то соперник Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, на турнирные игры довольно тяжело настраиваться Когда стараешься все сделать как можно лучше То в итоге получается все как всегда А не как лучше Зачем я Нимбус сюда прибежал? Не понял Я что, собираюсь разбиваться? А как же спелл пауэр повысить? Я реально собираюсь разбиваться Блин, я серьезно что ли? Да, в розового отбиваю Замок Там еще портал Возле замка есть Покупаю еще одного Игрока Для того, чтобы вернуть Армию назад Да уж Творю я что-то вообще Непонятные вещи Какие-то Не, ну понятно Что здесь разбиваться Больше негде было Если решил отсюда уходить Ну блин, я не знаю Так, здесь заблокировано Там замок ничейный Нужно посмотреть Куда все-таки ведет этот портал Который находится рядом с замком Который мы попытались с вами захватить Ну и передали хоть сопернику Так, думаю Чем занять Сауруга Так, ну что Разбиваемся таки Ну и теперь всю армию будем тянуть вниз Наверное Хотя лучше Нимбусом У нее основная армия Сейчас еще Манер подтянет Ту часть армии Которая есть у него Однозначно первой должна идти Нимбус Это та самая основа армии Которую нужно в первую очередь дотянуть Так, похоже я тут встал и перекрыл проход Хотя нет, нормально Дальше тоже все равно герои не идут И нужно посмотреть по цепочке Где тут лучше стать Чтобы нормально вся армия доехала Тамику пока тоже возможности нет выкупить Но самое главное Что сейчас не седьмой день Для тех, кто не знает Если вы вот так вот разбились А потом не успели В конце недели выкупить вашего героя То в начале следующей недели Все герои, которые есть в таверне Они затираются на новых Таким образом вы героя потеряете вообще Вот я Монеро сейчас удалил И выкуплю Тамику сразу, наверное Хотя армия небольшая у Дарксторна Я не думаю, что он решится нападать Но на всякий случай перестраховаться не помешает Даже не так на гашу отдаю единичек А сам хочу проверить портал И разведать территорию у зеленого компьютера Что же у него там находится Дарксторна Дарксторн таки решился даже напасть, ребята Вполне возможно, что На зеленого напал Какой-то другой компьютер Либо даже Алик Он теперь вынужден искать себе Какой-то замок для спасения Хотя нет, видите Он находится на третьем Даже не на последнем месте По количеству городов А это значит, что у него Как минимум два города То есть не должно быть каких-то особых проблем Так, ну нагаша все равно засылаем Так, и это неподалеку от того места, где мы замок, кстати, взяли Идем дальше, дальше И виднеется уже его замок То есть у него так Дорога идет всего лишь одна Она идет по кругу Не люблю, когда так сдает раздачу Особо никуда не побежишь Если где-то блок появляется на дороге То все, ты его уже никак не обойдешь В большинстве случаев Ну а тут идет стандартный Стандартная доставка, точнее, армии На Клавиус Клавиус дальше на Вакеала Вакеал, в свою очередь, доставляет все в замок Ну а у нас наконец-то мана пополнилась Кстати, через преобразователь скелетов Можно сделать скелетов из гремлинов Так, ну здесь уже грейдятся мои войска Наконец-то Начинаю еще менять ресурсы Гильдию магов я не могу поставить Вот сейчас ставлю второй уровень себе Чтобы хоть какие-то заклинания Вот волна смерти зашла, это хорошо Хорошее заклинание для убирания единичек у соперника Смотрю, что у меня есть вообще сейчас В данный момент в книге заклинаний Чем бы я мог попользоваться Поедем, отобьем артефакт Есть просмотр земли Смотрю, куда же мне лучше побежать Довольно все скудненько Утопии я нигде не вижу Которые я мог бы подобрать Скорее всего, они все находятся Не в подземелье Мы правда видим вот шахта красная Но кроме шахты больше ничего там красного нет Но соперник где-то там появлялся То есть, если я от своего замка Пойду правее по дороге То я, в общем-то Смогу там состыковаться с Аликом Там он меня уже будет видеть Поэтому лучше идти пока Через какой-то другой проход, наверное Либо идти опять-таки вправо Но не поворачивать потом вверх К его шахте А идти еще правее И взять там у нас как раз Находится еще один улик А потом можно заглянуть К зеленому в принципе Почему нет Вот сейчас увеличил Чтобы лучше видеть карту Да, вот два улика у меня осталось На моей территории Забрать их будет не последним делом И над моим замком Есть еще один улик Но опять-таки Это все долго собирать Все в разных частях находится А соперник уже может появиться Совершенно в любой момент Так как второй месяц идет как-никак Иду все-таки отбивать артефакт Постараемся вылезти отсюда Как можно с меньшими потерями Скелетов подставляем Скелетов подставляем Все, закрыли лечей Несмотря на то, что у нас их немного Из-за того, что я их растранжирил В боях Зато много маны Можно сделать замедление И расстреливать издалека Отлично Довольно много их здесь, конечно, насобиралось Будем сначала нижний стек Потихонечку отстреливать А верхний стек Мы просто ангелами И верхними нашими стеками Будем стараться оттягивать на себя А потом все равно Все вместе навалимся на нижний стек А верхний Из-за замедления Не сможет помочь нижнему И будет к нему потихоньку идти Ну, а пока он будет идти Уже нижнего стека не будет Подойдем поближе Чтобы можно было врезаться На следующий ход 675 скелетов Должны будут положить нижний стек Очень легко, на мой взгляд Войтимся 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 В 7 Еще раз Завойтимся Стрелять я посчитал В нижний стек уже не надо И был прав Лучше стрельнуть В верхний Я подождал, пока он подошел На прямую стрелу То есть На 10 и ближе клеточек К стрелку Чтобы я мог нанести ему Максимальный урон Ну, все Теперь скелеты В принципе Легко могли бы их выбить Если бы они пошли к нам Но они решили по-другому И пошли бить мою баллисту Такие вот Нехорошие люди Вот их 16 И теперь мы уже до них достаем Все Без потерь Заработали 24 скелета Туника короля циклопов Силу магии на 4 А у нас на 5 Так На 50% Магию земли усиливает Поэтому будем однозначно брать Как раз у нас Экспертная земля Да Было бы у нас еще Заклинание Типа удушение Что-то Как раз 50% усиление Было бы очень кстати Но я свою гильдию Все еще не отстроил Нормально Вообще В последних Партиях Я что-то Мало времени Уделяю Отстройке Гильдии Хотя Это очень важно Надо будет в своих Последующих партиях Поработать над этим Вот как раз у меня На днях Последняя Турнирная партия Должна будет быть Для моего соперника Мохита Она уже Не будет ничего решать Он по-любому выходит из группы Только единственное Если он Побеждает меня Он выходит с первого места А если Проигрывает мне Но пока он не проиграл Еще никому на турнире Поэтому Навряд он мне проиграет Тогда он выходит Со второго места А с первого места Выйдет Скорее всего Другой игрок Имя которого Если не забуду Скажу вам В конце Зашел в портал И сейчас попытаюсь Проверить Куда же я попал Так Ну я тем временем Продолжаю Заниматься Фармингом Скелетов Ну Все даже Ложки Отходили Уже 714 Скелетов Так Мощь армии Королевства Конечно же У Красного Больше Можно только Представить Насколько Велика Его армия По сравнению С моей Муниципалитет Отлично Передаем Ход Сопернику Так Заканчивается У нас Первая неделька Два дня Буквально Осталось Второго Месяца И соперник Уже не разгоняется Это значит Что он уже Бежит Наверное К нам Или Воюет С компьютером И что я нахожу Утопия драконов Ребята Вот То о чем Я вам говорил Из-за чего Стоило мне Все таки Тогда Еще бежать Сюда Если бы я взял Утопию драконов Возможно Выпали бы Нормальные артефакты И я сейчас Выглядел бы По другому То есть Сейчас есть Хорошая возможность Разбиться И побежать К утопии драконов Но я принимаю Другое решение Собрать сначала Улики И пофармить Немного Скелетов Вот здесь Вот По дороге Еще один Улик Есть За нагами Можно и его Типа Заодно Взять Наг Правда Очень много 50 99 То есть Я там могу Слить довольно Большое Количество Своих Войск И решаю С ними Не сражаться Хотя Улик Для меня Был бы Не лишним Спелл Пауэр Увеличили Так 19 Скелетов Еще Выбили Продолжаем Поменяли Местами Их Конечно Не успеет Все Подвести По крайней мере Там На следующий Ход Может быть Дотянет До нас Чтобы Мы Еще Усилились Походу На следующий День Подвозим Армию Берем Один Улик Ко второму Я не знаю Дотянемся Или нет И потом По цепочке Надо будет Сначала Разбиться Потом По цепочке Передать Армию И брать Утопию Ну и после Утопии Уже там Будет Стычка Скорее всего Где-то Происходить Между нами Так И здесь Я замечаю Соперника И кто бы Вы думали Орлаш Я Понятное Дело Убегаю Что-то Я здесь Еще Задумался Бежать К нему Или нет Нет Все-таки Решаю Бежать И пока Я думал Я Четко Засветился И соперник Теперь знает Где меня Искать Это плохо Разбиваться Надо будет Свой родной Замок И с родного Замка Тогда уже В зеленый Портал Вверх Бежать Так Тут зеленый Нападает Мне Выбивает Нагаша Это Понятное Дело Сам По себе Он слабенький Но у меня Ложки без Армии Поэтому И Не знаю Каким Образом Или с Помощью Магии Или он Сверху Зашел Ко мне А Ну он Мне напал На ложка Который Вез мне Армию Обидно Будет Не увидим Мы Подмогу Вот На 2.1.7 То есть В конце Первой недели Второго Месяца Соперник На нас Напал Успел Нафармить 1900 Почти 2000 Скелетов У него При этом Еще 105 Уток Ничего Себе У нас 38 У него Аж 105 Конечно Остальной Армии Немного Но 2000 Скелетов И 105 Уток Реально Мне брать Нечем Алик Говорит Если хочешь Можешь Авто Загрузить И не Нападу А буду Ждать Финалки Я ему Пишу Ну Как знать Я думаю Все равно Выиграешь Пишу Что только Улики Утопка У меня В планах Остаются Мне в любом Случае Хоть он Сейчас Нападает Хоть позже Особой Роли Это не Сыграет Конечно Плюс Два Костяных Драконов Своей Армии Было Бы Приятно А он Взял До Десяти Утопии Двадцати Уликов Ничего Себе Да Уж Ну Ему Изначально Задало Вообще Круто А во Вторых Он Выехал Раньше С респой Начал Защищать Другие Респы Поэтому Понятное Дело Он Количество Объектов Собрал Гораздо Больше Чем Я Ну И плюс Походу Партии Я очень Много Тупил Ну В принципе Как Всегда И он Еще И с Приватбанком Разговаривает В этот Момент Говорит Подожди Да Приватбанк У нас Такой Кстати Они Начали Что-то Названивать И тем Кто Связан С Приватбанком И тем Кто Уже Нет Но Когда-то Был Связан Они Названивают Не хотите У нас Открыть Счет И тому Подобное В общем Все данные У них Все равно Остаются И они Пытаются Выжимать Максимум Из этого Так Ладно Говорит Я пытаюсь Реструктуризацию Сделать Из-за этого Мол Приватбанки Звонят Алик Алик Спрашивает А твой Мэй Недалеко Нет Недалеко Кстати Буквально День Два Бега К нему Ну У Алика Есть Перчатки Так что Бегает Он Довольно Далеко Убежать От него Явно Не получится Говорю Неа Но в планах Взять Улик Разбиться В течении Двух Ходов Взять Утопку Ну Опять же Разбиться Разбиться Это можно А Цепочку Это он Мне теперь Порвет Неприятный Момент В общем Алик Как калик Любит Мне порой Тут Все мои Планы Но после Того Как я увидел Его армию О каких Планах Тут может Быть Речь Однозначно Проигранная Партия Без Вариантов Алик Говорит Типа Ты Типа Ты Сдаешься Делаем Авто И мы По фану Доиграем Не Сдаваться Я точно Не буду Я сражаюсь До тех пор Пока жив Мой главный Герой Если Главному Герою Удается Сбежать Значит Мы будем Продолжать Играть Ну Исключение Только Если Соперники Начинают Ныть Мол Мне не интересно Будет Я не хочу Или Давай уже Закругляться Ну Я вам Уже Говорил Что Нет Смысла Продолжать Если Удовольствие Получает Только Один Человек Я Ему Как раз Предлагаю Ничья Пока Не Поздно Это Стандартное Предложение В наших Играх Так Вот он Мой Ход Слабенькая Волна Смерти Кстати А что там По золоту У меня Я не помню Может Можно Откупиться 12 217 А у Него Оковы Войны Красава То есть Если он На меня Нападет Я никак Не затяну Игру В этом Плане Повезло Конечно Это и с ним Может Злую шутку Сыграть Но У меня Нет Какого-то Припрятанного Козыря В рукаве Виверн Еще Можно Как-то С горем Пополам Ему Завалить Всех Но Мантикортов Понятно Без проблем Медузы Тоже Без проблем Короли Минотавров Тоже Проблематично Но Скелетов Реально Мне Нечем Будет Бить 2000 Скелетов Олег Олег Говорит Что Жена Ответить Хотела И тактику Запорола Я Пишу Аленка Помогай Ну что Волной Хотя бы Ударим Наношу 25 Повреждений Никого Не убиваю Ни у себя Ни у соперника Даже не знаю По кому Бить В принципе Скелетов Он из меня Выбьет Гораздо Больше Чем Я смогу Нанести Ему Урон Если у нее Сцепная Молния Может По-быстрому Меня Жахнуть Сейчас Он подумает Как это Все лучше Сделать Жалко Конечно Вамбирчиков Хотя В стеках У меня Для них Места Все равно Нет Вообще Вамбиры Болезные Может Вместо Кого То Взял Их умение Бить без ответки Это очень полезно Соперник Долго думать Я даже не знаю Что здесь Долго думать Как бы Довольно Легкая Битва С его стороны Возможно Просто Занят Человек Или пытается Тут Красиво Как-то Победить Это еще Тем более Не финалка Может Он себе Ставит Сейчас Задачу Вылезти Из боя Вообще Без потерь В принципе Как таковых Потерь Я ему Наверное Навряд И нанесу Даже Главное Мантикорами И А вот Алек Спрашивает Тут Конечно Мантикорами И минотаврами Не бежать Вперед Потому как Если всеми Навалиться То одного Двух Может быть И завален Что С Армага Начать Говорит Или Как всегда Нем Закончить Это По поводу Того Что У нас Уже Традиция Я вам Уже Говорил Заканчивать Игру Армагом Жена Там Прикалывается С него Не Ну Вообще Было бы Конечно Весело Если бы Жена Алику Запорола Турнирную Игру Понятно Что мы бы Все равно Переиграли Потому что Нечестно Выигрывать Я не хочу Но По крайней мере Поржали бы Неплохо Так Ну и тут Я пишу Сопернику Что скоро Мне надо Будет На вокзал Бежать Так что Давай Доиграем Побыстрее Ну а вы Продолжение Партии Все равно Увидите В третьей Части Этого Видео Так что Не переживайте Его я тоже В ближайшее Время Озвучу И выложу Не озвучивал Потому что Находился Я в гостях И все Что я мог Это просто Записывать Партию На видео А теперь Уже Когда Нахожусь Дома Есть Возможность Все Озвучит Вот Как я И говорил Цепная Молния Думать Тут Нечего Пишу Пишу Ему Что Это Не Армак Так Так Ну посмотрим Чем Он Будет Добивать 18 Вампирчиков А Тут Можно Просто Всем Лететь Вперед А Может У него Там Плюс К Скорость Еще Есть Говорит Сравни Твой Скилл Который Ты Костанул Вначале И мой Конечно Разница Тут Налицо Насколько У него Герой Прокачан И Насколько Слабенький У меня Этот Лошок Не убиваю Даже Одного Минотавра Хотя Здоровье Троечка Осталось Чуть Чуть Бы Добил Обидно Минус Один Минотавр С Такой Слабой Армией Это Было Бы Круто Ну А так Вылез Без Потерь Все Отлично Пишу Ему Что Ты Изверг Настолько Жестко Моих Лошков Убивать Тут Ну И Пишу Сопернику Что Не Не Финалка Потом Не успеем Он Говорит Что Мне Нападать Уже